Региональное отделение Народного фронта взяло инициативу по защите жизни и здоровью орловчан в свои руки. Орловская область присоединилась к всероссийской акции «Опасный лед». Так как это опасно, люди подвергают каждому день себя опасности. Привлечь власть, привлечь муниципалитеты к данной проблеме. В рамках акции под критерий опасности попали не только сосульки, но и непосыпанные песком тротуары. Пешеходные переходы, трещины на обледенелых реках, открытые люки. В общем, все то, что может нанести вред здоровью человека. Принять участие и заявить о проблемном участке просто. Достаточно сфотографировать, на ваш взгляд, опасное место и отправить фотографию в региональное отделение Народного фронта. К фотографии необходимо указать адрес, краткое описание проблемы. Заявки принимаются на почту 57regionsobako.nf.ru в группе ВКонтакте и Фейсбуке. Важные условия – поставить хэштег «Опасный лед». Проявили гражданскую позицию уже несколько десятков орловчан. Мы, соответственно, будем это оформлять в документ и отправлять на обращение на имя муниципалитета, либо в области, либо в разных, где это будет в области по-разному, чтобы управляющие компании, на них повлияла власть и все-таки решали эту проблему своевременно. Активное взаимодействие Народного фронта с властью отражается не только на проблемах опасного льда, но и в других не менее важных сферах жизни. На планерке в мэрии, например, обсудили инициативу устранить проблему с ненадлежащей теплоизоляцией трубопроводов, что тоже опасно. По этим местам, которые обозначил российский народный фронт, там есть незначительные повреждения изоляции. Теплоизоляция не наружена. В одном месте на Генерал-Амуре три листа отсутствуют железные, которые делают оболочки, как теплотрассы. И на Ломоносово семь листов. Но их периодически снимают постоянно, поэтому мы уже поставили задачу на устранение данных фронт. Алина Логотина, Павел Джумабаев, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.